Здравствуйте, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео. 7 сентября 2021 года биткоин резко упал почти на 20%. Примечательно, что именно в этот день, впервые в истории, биткоин стал официальным платежным средством целой страны, Сальвадора. Первая нация на планете стала пользоваться биткоином совершенно законно, наряду с американским долларом США. Сальвадор даже обращался к Всемирному банку за помощью. Он хотел, чтобы банк помог ему перейти на биткоин. Банк отказал ему в этом, так как использование криптовалюты на государственном уровне, цитата, «это не то, в чем международная финансовая организация готова помогать». Все сказано одной цитатой. Также и Международный валютный фонд предупредил Сальвадор. Он сказал, что принятие биткоина целой страной – это угроза для мировой финансовой стабильности. Но знаешь, что самое интересное? То, что такие поставщики денежных и финансовых услуг, как Western Union и MoneyGram, которые связаны с МВФ и Всемирным банком, с 7 сентября 2021-го начнут терять 400 миллионов долларов в год. Из-за чего же? А из-за того, что Сальвадор переходит на биткоин. 70% населения Сальвадора постоянно получает переводы из-за границы. 2,5 миллиона сальвадорская диаспора пересылает им около 6 миллиардов долларов в год. Это около 23% ВВП страны. Часть этих денег и оседает в карманах посредников MoneyGram, PayPal и других платежных систем. Биткоин лишит этих посредников хорошей прибыли за счет сальвадорцев, возвратив эти с трудом заработанные деньги обратно в карманы людям, которые в них нуждаются больше всего. И вот теперь, после этого, скажи еще раз, что биткоин бесполезен, что у него нет способов использования. Он бесполезен только лишь в глазах людей, которые его не понимают. Остается лишь один вопрос. 7 сентября – это день, когда биткоин впервые стал официальным платежным средством целой страны. Событие само по себе очень громкое и важное. Особенно в том смысле, каким примером это станет для остальных стран. Если удачным, то они последуют ему. Если же неудачным, то для биткоина это будет плохая новость. Совпадение ли то, что биткоин так резко рухнул именно в этот день? Учитывая факт приобретения биткоинов правительством Сальвадора 7 сентября, финансовые убытки для традиционных платежных систем в регионе, а также то, что главные финансовые организации в лице Всемирного банка и МВФ называют первое принятие биткоина целой нацией угрозой для финансовой стабильности всего мира. В этом свете я не думаю, что это совпадение. Сальвадор, несмотря на то, что является далеко не лидирующей страной на мировой арене, внезапно становится тем самым триггером, который может полностью изменить все настолько кардинально, что никакие банки, в том числе и Всемирный банк, и никакие посредники в лице Пейпала, Маниграма, Вестерн-Юниона, даже Свифт не будут нужны. Действительно, это огромная угроза для финансовой стабильности, ведь все эти финансовые инструменты, в том числе, являются и политическими рычагами влияния. Например, чтобы отрезать экономику неугодного режима от глобальной экономики, что называется санкциями. Это сделать не получится, если эта страна будет использовать биткоин, а не доллар. Огромная система, построенная после Второй мировой, внезапно чувствует себя в опасности, благодаря действиям Сальвадора, маленькой страны. В этом свете, конечно же, им хотелось бы дискредитировать биткоин любой ценой, и именно поэтому во время первого в истории принятия биткоина в качестве платежного средства целой страны, его курс внезапно рухнул. Я так думаю, и мне кажется, что в этом есть логика. А что думаешь ты? Очень интересны твои мысли насчет этой теории, напиши их в комментариях. А сейчас я хочу поговорить про цену биткоина на кратко и средние сроки. В прошлом месяце мы уже обсуждали эту таблицу, исходя из которой сентябрь для биткоина почти всегда был убыточным месяцем. Исходя из этого, мы и спекулировали на тему того, что и в этом сентябре должна быть коррекция. Что ж, мы ее и наблюдаем в эти дни. Но я думаю, что она все еще недостаточно напугала этот рынок. Людей нужно напугать еще больше. И вот почему я думаю, что этим падением цена биткоина ограничиваться не должна. Мы должны увидеть еще одно для того, чтобы рынок находился в состоянии максимальной паники. Уже после этого продолжать рост в октябре и ноябре. Давай вернемся к этому недельному графику для биткоина, который мы уже рассматривали. Для меня он является очень важным для понимания долгосрочной картины поведения биткоина. Каждый раз, когда цена биткоина достигала этой трендовой линии, она всегда на нее реагировала. Мы видим, что с июля 2018 года именно эта трендовая линия служит в качестве сопротивления. Цена коснулась ее и упала вниз. Здесь. То же самое произошло здесь. И здесь. То же самое. И сейчас происходит абсолютно та же картина. Мы говорили об этой возможности несколько дней назад. К сожалению, закрепиться выше этой линии нам не удалось. А именно это закрепление и является условием для продолжения роста. Если цена закрепится выше этой линии впервые за три года, с июля 2018, тогда нашей второй целью будет вот эта линия на уровне 64,5 тысяч долларов. И после преодоления этой линии нас ожидает большой взрывной рост аж до верхней границы этого глобального канала. Который тянется уже 11 лет с самого начала существования биткоина. Но пока что, как ты видишь, закрепиться выше этого трендлайна нам не удалось. И так же, как в прошлые разы на протяжении крайних трех лет, мы оттолкнулись от нее вниз. Что же ожидать дальше? Найдем ли мы поддержку на вот этом уровне 0.382 по фибоначчи и уже отталкиваясь от него начнем расти вверх? Или же провалимся совершенно вниз, ища свою поддержку уже на самой нижней границе этого канала? Вот эти два трендлайна сейчас являются очень важными уровнями для биткоина. Если нижний, который является уровнем коррекции 0.382 по фибоначчи, не удержится в качестве поддержки и цена провалится ниже него, тогда мы можем говорить даже о походе до этой нижней границы. Если же он окажется поддержкой, тогда нам нужно закрепиться выше этого уровня для продолжения роста. Но сейчас, пока мы находимся выше уровня 0.382, менять свое настроение на медвежье еще рано. Условия для продолжения роста. Закрепление выше этого среднего трендлайна. Кстати говоря, в прошлый раз в такой похожей ситуации мы находились в начале сентября 2017 года. Тоже сентябрь, к удивлению. Мы также наблюдали рост цены биткоина до этого среднего трендлайна и коррекцию уже от него вниз до вот этого трендлайна. Точно такая же ситуация, как и сейчас. Посмотри сам. Рост и коррекция до этого трендлайна от этого трендлайна. Очень-очень похоже, не так ли? Вторая неделя после этой коррекции тоже была красной. Это было второе падение. Затем мы закрепились выше этого среднего трендлайна, что и стало сигналом на рост. Следующей целью после этого стала вот эта красная линия, которую мы тоже достигли не без коррекции. И уже закрепление выше нее привело нас к взрывному параболическому росту и достижению нового исторического пика для биткоина на верхней границе этого глобального канала. Если все это повторится и сейчас, очень важно закрепиться выше этого трендлайна, то мы можем увидеть похожее движение на то, что было в сентябре 2017 года. Это что касается условия для продолжения роста. Условием для падения будет закрепление ниже этого трендлайна. Если цена биткоина упадет ниже него и он превратится в сопротивление, вот тогда мы можем увидеть поход до этой нижней границы этого канала и уже от нее продолжение роста. Поэтому очень важно сейчас следить за вот этими двумя уровнями. Они определяют будущее движение цены на кратко и средне сроки. Почему же так важен этот уровень 0.382 по Фибоначчи? Все дело в том самом золотом сечении по Фибоначчи, о котором мы уже не раз говорили. Оно находится в диапазоне от 0.65 до 0.618 по коррекционным уровням Фибоначчи. Дело в том, что когда цена биткоина достигает этого диапазона, обычно происходит откат или отскок цены. Вот пример 2019 года. Цена биткоина достигла золотого сечения по Фибоначчи. После чего мы увидели откат именно до уровня 0.382 по Фибоначчи, который и решил дальнейшую судьбу биткоина. Если бы он оставался поддержкой, мы увидели бы продолжение роста. В данном случае он не смог удержаться в качестве поддержки, мы видели продолжение падения. Также это работает и для падающего рынка. Вот свежий пример с 2021 года. Биткоин коснулся на падение золотого сечения по Фибоначчи и отскочил от него вверх. Вот почему уровень 0.382 по Фибоначчи очень важен. Ведь именно к нему направляется коррекционное движение после достижения золотого сечения по Фибоначчи. Мы с тобой ожидали этого отскока от золотого сечения по Фибоначчи еще тогда, когда цена биткоина впервые его коснулась 23 августа. Мы говорили тогда, что откат до уровня 0.382 по Фибоначчи теоретически обязателен. Но практически иногда нет. Что ж, мы увидели этот откат вот здесь. Цена биткоина отскочила от уровня 0.382 по Фибоначчи здесь. Сейчас этот уровень 0.382, а также 0.236 очень важны для цены биткоина. И они, кстати говоря, совпадают с этими важными уровнями. Вот этим зеленым трендлайном и вот этим белым самым нижним. Поэтому это очень-очень важная отметка для биткоина на кратко и средние сроки. Если мы хотим продолжения роста, нам нужно закрепиться выше этого уровня 0.5 по Фибоначчи. Если же мы хотим увидеть падение, нам нужно, чтобы цена биткоина закрепилась ниже уровня 0.382 по Фибоначчи. Это два условия для продолжения роста или падения биткоина на кратко и средние сроки. Сейчас же я думаю, что мы должны увидеть еще какую-то волатильность в этом диапазоне. Между уровнями 0.5 и 0.382 по Фибоначчи. Я просто хочу, чтобы ты не пугался этой волатильности, когда она произойдет. На четырехчасовом графике мы видим, что цена биткоина очень много часов подряд пытается пробить эти линии по CPR. Эти три линии по CPR, которые являются сильнейшей поддержкой для цены биткоина. Об этом мы тоже говорили. До тех пор, пока эти линии будут удерживать цену, покупатели на рынке будут сильнее продавцов. Даже при том, что индикаторы при этом совершенно не бычьи. Например, MACD. Здесь мы вообще видим медвежий сигнал. Также ET3 CCI находится в красной зоне. Это признак слабости биткоина. Поэтому, несмотря на то, что линии CPR являются сильной поддержкой, нужно сейчас быть очень осторожным. Сейчас эти линии CPR находятся на отметках 43 900 долларов, 44 900 долларов и 46 000 долларов. Как мы помним, именно средняя является самой сильной поддержкой. Поэтому очень бы хотелось увидеть отсюда отскок. Если все эти три линии поддержки будут пробиты, следующая находится вот здесь, на уровне 39 450 долларов. Также цене биткоина очень важно оставаться выше этой 50-дневной среднескользящей. Именно она служит поддержкой на восходящих движениях биткоина. Поэтому ее пробитие вниз также будет плохим сигналом для биткоина. А цена биткоина, обрати свое внимание, находится прямо на ней сейчас. Так что нужно следить за этими условиями и на их основании делать вывод, какой сценарий ожидать. Пока что об этом говорить рано. Итак, условия для продолжения роста. Этот средний трендлайн должен быть поддержкой. Цена биткоина обязана вернуться и закрепиться выше него. Второе условие. Цена биткоина обязана закрепиться выше вот этого уровня 0.5 по Фибоначчи и превратить его в свою поддержку. Третье условие. Линии CPR остаются поддержкой. И, наконец, четвертое условие. 50-дневная средняя скользящая тоже остается поддержкой. Таковы условия для продолжения роста биткоина. Какие же условия для падения биткоина? Абсолютно такие же, только все с точностью наоборот. Все эти линии должны быть не поддержкой, а сопротивлением. Поэтому обязательно следим за всеми этими индикаторами. На их основе делаем вывод. Поэтому обязательно сейчас следим за этими индикаторами. И они дадут нам сигнал, что будет дальше. Пока что об этом говорить рано. Но ответ, скорее всего, будет уже на протяжении этой или следующей недели. Если бы я был маркетмейкером, я бы создал условия для еще одной вытрески с рынка. Чтобы рынок был в состоянии экстремального страха. Чтобы вот эта стрелочка была вот здесь. Мне кажется, люди все еще недостаточно напуганы этим падением. Тем более, что в похожей ситуации в прошлом все именно так и произошло. Я говорю о начале сентября 2017 года. Вот здесь. Очень похожая ситуация на то, что мы наблюдаем сейчас. Если сейчас нам удастся закрепиться выше этого среднего трендлайна, я буду абсолютно уверен в краткосрочной и среднесрочной перспективе биткоина. Но если же мы увидим это падение до этой нижней границы, я не буду особо переживать. Я куплю все, что только можно. Потому что под таким ценам биткоин в будущем мы навряд ли сможем уже купить. Поэтому, как видишь, и тот, и тот вариант для нас будет прибыльный. Ведь мы инвестируем сюда не на один месяц, не на год, а хотя бы на несколько лет. Меня зовут Богатейщий Ди. Подписывайся на канал, ставь лайк. Делись видео с друзьями, комментируй обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok